Девушки отдыхают Он спрашивает, вы знаете, эта девушка? Первый раз вижу Ну как он тебе вообще? Ну слушай, ну трудно сказать Ну что, виделись один раз Ой, Янина, как же ты меня достал! До свидания! Если ты сейчас уйдешь Ты можешь с ней возвращаться потом Иди отсюда Иди Ты слабый Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, Ксюша! Ксюша, доброе утро! Для кого как? Тебя из полиции выпустят? Да Понятно Что делать будешь? Работу нашла? Ладно Пойдем Нет, быть такого не может Не могла мама оставить все султан Она и в делах-то ничего не понимает Мать могла и не думать об этом Думала только о том, чтобы нам насолить Что ты ожидала, Дилек? Из-за одной дурацкой выходки А что же ты думала? Добрый день Здравствуйте Господин нотариус, какая неожиданная встреча Здравствуйте Как вы поживаете? Спасибо, хорошо Раз уж мы повстречались, пойдемте в кафе? Хорошо, пойдемте Господин нотариус, никто не узнает, что вы нам сказали Есть профессиональная тайна завещания, о которой знают только двое Я и мой клиент Но вы можете хотя бы намекнуть Ведь это наша мама И мы должны знать, как она решила распорядиться своим имуществом Если бы ваша мама этого хотела, она сама бы сказала вам об этом Господин нотариус, я предлагаю вам тысячу долларов, чтобы узнать, на кого написано завещание Нет, дорогой, я из-за миллион долларов ничего не скажу Репутация, знаете такое слово? Моя репутация стоит дороже любых денег Знаешь, что я тебе скажу? Если бы кафе завещали мне или тебе, он нам это сказал бы за деньги Ты уверен? Конечно Конечно Мама точно все завещала султан, а нам ничего не оставила Здравствуй, дорогой, хорошо, что зашел Ну, что там с моей сигнализацией, а? Сигнализация потом, вот это, подписать Так ты же мне скажи, что тут Проблем с девушкой Подписать, что у тебя к ней претензий нет Как это нет претензий? Да ты шо, Хасан, она же ко мне вон влезла Если есть претензии, говори, говори, какие Да она вообще, она... Птушкой мою поела Что там пропасть? У тебя что-то пропасть? Она что-то поломает? Не, ну ничего, ну... Подписать, подписать 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 Хасан, Хасан... Ты ж жена! Как это может быть здесь? Это же вообще новый отель Ну, говорили же на площади, а здесь на площади только один отель Вот тот самый Ты уверена? Абсолютно, говорю вам, это здесь Здравствуйте, проходите Здравствуйте, скажите, пожалуйста, это тот отель, где мумию нашли? Мумию? Какую мумию? Ну, нетленную А, нетленную мумию, да, конечно, да Я же говорила, у вас есть свободные номера? Конечно, конечно Вам какие номера? Ну, самые хорошие Бей его, ребята А, ну-ка... Ну, сейчас получишь Ну-ка, пошли ван отсюда, гаденыши маленькие Ну-ка, иди сюда Ты чего, ты с ума сошел, что ли? Никогда, запомни, никогда ни от кого не беги Люди думают, что если ты убегаешь, значит ты боишься, понимаешь? Бояться не стыдно, но бежать не нужно Расим, как по-турецки будет одежда? Ну, одежда? Одежда, да Это? Да Кияфет Кияфет? Да, кияфет Кияфет Да, кияфет А как по-русски будет? Одежда? А? Ты чего? Да Где Айнур уже, а? Ну, сколько можно ее ждать? Да, ну, Айнур, найду там... Кияфет, Айнур, она идет? Голем? Ха, вот она идет Айнур, ну, я уже целый час вас жду Целый час Она говорит, что целый час ждет тебя Дорогой, я там убирала, потому что там грязно очень Полный беспорядок Хорошо, понял Она говорит, что люкс комнату чистить Слава Богу, почистили хорошо, у меня к вам, знаете, дело По поводу ясмин Что? Ясмин? Да А знаете, мне нужно узнать, не осталось ли у нас в отеле Ну, какой-то старой одежды, да, платье там, туфельки Кияфет, Кияфет, Ясмин Она спрашивает, не осталась ли какая-то одежда, Ясмин Нет, одежды от Ясмин Каких-то вещей от нее тоже не осталось Нет, ничего от нее нет Может, вот это платье Нет, дорогая, ничего нет Жаль Тебя что-то тревожит? Здорово, сосед, у тебя клеща разводного нету? Нету Ну, как же нету? Ну, был Михалыч, валяй отсюда Постой, Михалыч Ты не обижайся У тебя выгодить есть? Найдем Ты прикинь, я ее за приличную женщину считал Учительница все-таки А для нее в оргии их поучаствовать нефиг делать Разделась при всех только так А этот физик на нее пялился Так ты после этого ее и выгнал, да? Ну, само собой Можно же вернуться, прощения попросить Нет, не приходит Потаскуха Не удивляйся, все бабы, они одинаковые Это у них этот Секс им нужен Точно Понимаешь? Ну, давай Давай За нас Давай Не, Ленка не такая была По ней всегда понятно было, что нужно Не ценил, пока вместе жили Ну, так и Я теперь погляжу Теперь ты Наташку ценишь Пока ушла Ты что хочешь сказать? Понимаешь, но Этих Наташек И Ленок Ты с десяток себе найдешь Добра-то Михалыч, ушел бы ты домой, а? Я тут дисков на развале купила Давай посмотрим А чей это пиджак? Стас дал А ты что, куда-то уходишь? Что, уже нельзя? А куда? У тебя какая разница? Ну, ты что, не можешь сказать? А ты не можешь сказать, что ты делала со Стасом о кухне? А если я скажу, ты останешься? Ну, говори Я пошла туда попить воды, а он там ел колбасу Много колбасы Ну, водочка, водочка пока Так Так, так Не-не-не-не-не, вот это без меня Я не пью Совсем? Совсем Не пьет, не пьет, могу подтвердить Честно, хоть под присягой Не пьет, вообще не пьет А вот ваш трофей. Благодарю, Раиса Павловна. Благодарю. Ну-ка. Ну, за хозяйку. Давай, Раиса. Спасибо, Раиса. Давай. Красавица. Замечательно. Вы чудесная хозяйка, Раиса Павловна. Вот приготовлено, все как надо. Как надо. По правилам. Да. Очень вкусно. Подтверждаю. Благодарю вас. Спасибо, на здоровье. Спасибо. Вы давно приехали в наш город? Давно. Давно? Я здесь родился. Я недавно переехал в деревню, знаете, там воздух почище, люди попроще. Ну, вообще жизнь поспокойнее. И дом, и участок по первому разряду. А сад Рая какой. Ой, такой сад. Большой дом. Большой дом. Хороший. А мезонин есть. Есть. И прудик вырубки. Татьяна. Да, 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 Рая. Ну что? А, чудес. Ну-ка, кусочек еще. Ибраги, ты уже пришел? Ты голодный? Кушай. Если я не ошибаюсь, то же самое блюдо было вчера. Это горничная. Она мерзавка. Я еще утром отправила ее на базар. Сказала, что купить. Я хотела приготовить тебе роскошный обед. А эта гадина не вернулась до сих пор. Не надо так реагировать. Это не страшно. Но это... Но это... Из-за нее... Из-за нее... Ты вынужден есть вчерашнюю еду. Что ж, и поем. Посолить. И перца добавить. И масло возьми, Брагим. Будет вкуснее. Я сегодня на базаре видел эту русскую Мехмеда. Машу. Возможно, я в ней ошибался. Жду еще, госпожа. Заходите, пожалуйста. Скоро будут поставки со скидкой. Заходите, пожалуйста. У нас есть очень красивые шубы. Попался. Не знал меня. Маша. Ты что, по работе соскучилась, да? Да. По работе, конечно. Нет. Мы с Мехмедом в Париж собрались. Знаешь, такой город вообще-то? Да. Париж. Хорошо. Удивительно. Так что, я думаю, может быть, шубу, что ли, какую-нибудь у вас тут. Господи, прикупить. Ну, вот, смотри, у нас хорошая шуба. Вот. Выбирай сама, как хочешь. И, Шар, ты ничего не перепутал? Я покупательница вообще-то. Давай кофе неси. Аллах, аллах. Еще кофе хочет. Садись, Ксюш. Я тебя немного учить. Чего? Ты большой девушка. Ты должна чуть знать рынок. Мы чуть-чуть обман. Смотри. В Стамбуле столько золота, столько мира нет. А мы верим чуть по золоту делить и продавать. Понял? Да. Иди сами сюда. Иди сюда. Бери. Так. А что это? Это ртуть. Ртуть. Ну, это же опасно. Опасно, когда долг растет. Поняла? Все, хватит. Вот, порошок. Хватит. Вот еще. Тихо. 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 Ой, как больно. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Пожалуйста, пожалуйста. Очень больно. Ксюш, ты махаешь. На, на эту память посмотри. В смысле на? Ты мне что, не поможешь одеть? Можно поаккуратнее? Я забрел. Да, пьян. Слушай, а что ты мне вообще даешь? Я не понимаю. Что? Что же сейчас за чебурашка? Дай нормально. И когда вы здесь уже, кстати, вентилятор повесите? Жара невозможная. Нет, это даже не снимай. Что это за бабушкин вариант? Давай нормально. Может быть, Соболь. Или, или... Хотя, какие здесь Соболя, господи. Маша, тебе ничего не нравится? Конечно, мне ничего не нравится. Ты как работаешь вообще? Я отцу твоему все расскажу. Давай нормально. Да нормально работаю. Ты тут так обрызвичишь. О, господи. Нормальный шоба бы показал. Хотя, может быть, тут и нет ничего. Да тут всех хорошие и нормальные. Да, такие хорошие. Ладно. Куплю я, пожалуй, в Париже. Яшар, сынок, что это такое? Я не виноват. Это все Маша. Какая Маша? Немедленно убери. Быстро. Андреан! Извините, я ошибся. Дико извиняюсь. Продолжайте, все хорошо. Откуда ты взялся, брат? Продолжай, брат, продолжай. Доктор, мне сказал, бросать курить надо. Так бросай. Поздно уже. Одна радость в жизни осталась. Здравствуй, Архан. Где Ксюша? Ксюша? Не знаю. Я думал, ты продал ее кому-нибудь. Почему ты выдал ее? Ты, Архан, лучше спроси про Ксюшу Уделек. Что это значит? Почему Уделек? Она приходила сюда. Ей есть что тебе рассказать. Это точно. Спасибо. Пожалуйста. Может быть, мне к другому врачу обратиться? Откуда я знаю? Не смей лезть в мою жизнь. Мне плевать на твою жизнь. Я думаю о репутации нашей семьи. Да? Давай я твои трусы повсюду развешу. Это тебе понравится? Не посмеешь ты. Все, все. Пойдешь к Ксюше и будешь извиняться, поняла? И будешь платить за ее комнату ежемесячно. Маме плохо, не кричите, пожалуйста. Что с мамой? Что случилось? Скажи, что с мамой. Пошли, давай быстрее. Пошли, пошли. Риджа Пага, а вы не могли бы меня отпустить ненадолго? Куда? К врачу. Ты что, больно? Да. Вот ожог. Видите, у меня целая рука немеется. Нет, я не могу тебя отпускать. Я тебе масс дам. Два дня и все пройдет. Мне кажется, это стоит показать врачу. Зачем врач? Куда пойдешь? Кто будет работать? Я тебя отпускать не мог. Пожалуйста. Вот тебе масс хороший. Помазь и все. Никуда не пойдешь. Работать надо. Поняла? Да. Спасибо. Стоп, 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 стоп. Что пожелаете? Это идея. Да, по-моему, это то, что мне нужно. Да, вот это старое, странное тряпье. Качпара. Почем? Пятьдесят лир. Столько? Давайте. И вот это? Ага. Как давно вы были знакомы с убитой? Точно не помню. Год, наверное. Около того. Как часто вы встречались? По-разному. Вы часто ссорились? Никогда не ссорились. Мы не так близко были знакомы. У нас не было поводов для ссор. Где и когда вы видели ее в последний раз? Там, у Кемаля. Мы всегда там встречались. Когда в последний раз? Точно не помню. Я напомню. В день убийства. Из-за чего вы тогда поссорились? Говорю же, мы никогда не ссорились. Я не убивал ее. Ты что-то хотел? Протокол подписать. Просима, а сколько тебе лет? Мне? Ага. Тридцать пять. Тридцать пять. А зачем ты спрашиваешь? Тебе думать больше? Да ничего я не думать. Скажи мне, сколько ты работаешь в этом отеле? Сейчас. Шесть лет. Шесть лет. Ага. Ну, значит, ты не знала эту Эсмин, да? Нет. А что тебя интересовать про Эсмин? Слушай, мне не дает покой этот инфоповод. Кто не дает? Послушай, Расим, ты знаешь, кто тут у вас с самой-самой падки на всякие там тайны, сенсации? Понимаешь? Сенсейшнс. А, желтая пресса. Желтая пресса, да. Да. Да? Есть. Отлично. Есть. Мы им позвоним. Да. Угу. Зачем? Узнаешь. Здравствуйте. Здорово. Здравствуйте. Здорово. Покажите мне это. Это? Нет. Вы, наверное, ничего не купите, да? Это очень дорого. Хорошие часы, нормальные. Ничего такие. Ты туда же, да, Маша? Чего ты? Как тебе было? Тебя не было столько времени, ты сейчас приходишь здесь и прикалываешься надо мной? Да, ну, ну, что ты? Ты хочешь добить меня? Не понимаю, Маш. Чего ты орешь? Почему, если бы тебе было интересно, ты бы мне звонила? Хоть иногда, хоть когда-нибудь, понимаешь? Я ждала тебя хоть какого-нибудь звонка, ты ничего, никак. Я не интересна тебе. Да что ты разоралась? Во-первых, сама бы могла позвонить. Что случилось вообще? Чего у тебя с рукой? Иди, я прошу тебя, иди, Маша. Мне сейчас никто не нужен, понимаешь? Никто. Бред какой ты. Главное, позвони мне, как в себя придешь, хорошо? Ну, тебе. Говорят, ее задушили, а сначала надругались над ней. Ей бритвой все лицо порезали. Кому это нужно, если она и так спала с мужчинами за деньги? И весь этот проклятый отель перерыли. Там был потайной ход, и его нашли. Здравствуйте. Здравствуйте. Арабских фиников принесите, пожалуйста. Пожалуйста. Иди быстро узнай, кого убили в отеле, и как там Мехмед. Хорошо поняла. Пожалуйста. Слушай, последний раз предупреждаю. Ты не мафиози, а всего лишь официант. Застегни воротник, давай, иди отсюда. Здравствуйте. Чем могу помочь? Тут проживает русская. Какая русская? Маша, Маша. А, Маша. Вот как раз это Маша. Маша, тебя спрашивают. Привет, Челек. Привет, сестра. Здравствуйте. Что она хочет? Что вы хотите? Где молодой хозяин? Она спрашивает, где молодой хозяин. Скажи, по делам уехал. По делам уехал. Стоп. Скажи ей, что Ибрагим Бей болен очень серьезно и просит вернуться их вдвоем. Сейчас переведу. Она говорит, что Ибрагим Бей, он очень болит. И он хочет, чтобы вы вернутся обратно, вдвоем. Чтобы ухаживаешь, что ли, за ним? Слушай, мы не вернемся, потому что пусть он научится сперва держать себя в руках. А то он руки распускает очень сильно. Переведешь, да? Слушай, а как ты, кстати, платок так завязываешь, а? Интересно. У меня не получается. Ну, в общем, переведешь, да? Она спрашивает, как ты так красиво завязываешь платок. А домой они не вернутся. Кошмар. Я думала, прямо там и упаду. Ужас. Ужас. Что же вас так напугало? В отеле на площади нашли труп женщины, убитой, по имени Ясмин. Говорят, все лицо изрезано. Бедняжка. Нашли, что вспомнить. Это было так давно. Да нет же, сейчас. Не пари ерунду. Ты чего-то не поняла. Господин, Фатима верно говорит, на днях нашли тело. Не может быть. Не может быть. Эй, Архан прислал? Дилек. Дилек. Вы? Ой, здорово, здоровечка! Здравствуйте, а? О, как у тебя тут это, уютненько. А я это, заколочку твою нашла. Твоя заколочка, а? Да. А я убираю и думаю, твоя заколочка у меня-то таких нету. Спасибо, неожиданно. Ой, ой, ты уж прости меня, Ксюшенька, я тут на всякое нагляделась. Люди вон разные ходят. Я понимаю. Я же чуть к Кондрате не хватил, когда я к себе захожу, а там ты. Ну, не знала ж я, что ты такая честная девушка. Да ладно. Ты прости меня, пожалуйста. Ничего страшного, проехали. Может быть, и я на вашем месте поступила вот так же. Тебе, кстати, повезло, что я Хасана привела. Он человек порядочный. Разобрался во всем и отпустил тебя. Да, он очень добрый. О, добрый, справедливый. Не мужчина, а подарок. Как он тебе? Архан. Здрасте. Ой, засидела себя что-то. Ксюшенька, пойду я. Хорошо. Да, по башне. Спасибо. Ксюша, как дела? Нормально. Рассказывай, что новости. Ты издеваешься, да? Ты еще спрашиваешь, какие новости? Ксюша, просто я хочу с тобой разговаривать. Пожалуйста, пожалуйста. А я не хочу, и вообще я ухожу. Куда ты? В хамам. Ксюша, что хамам? Ну, подожди. Что, ничего, все. Ксюша, подожди, пожалуйста, пожалуйста. Я сказала, расстань. Ну, Ксюша, подожди, Ксюша. Я не хочу тебя, Ксюша, пожалуйста. Ты сегодня не пошел домой? Сегодня. Да зачем? Потому что меня выгнали из-за тебя. Ксюша, пожалуйста. Пожалуйста, я так и хотел. Как ты хотел? Хотел ты или не хотела? Я именно из-за тебя, из-за тебя попала в полицию. Ксюша. Что? Я не знал, пожалуйста. Прости меня, пожалуйста, Ксюша. Ашка. Нет. И, слушай, и туристы все говорят, что каждую ночь к ним приходить очень страшный, как это по-русски будет, дух. Какой дух? Ну, дух. Минутка. Вот женщина такой, белое платье, ночью приходит, так. А, привидение. А, дух. Точно. Классно. Что еще пишете? Вот этот дух всех пугать. Ага. И он всем сказать потом, да, улюмгелью, долгий смерть. Я, Ох, нет. Я, Ланну. Это неправда. Нет. Неправда. Неправда. Да вы не переживайте, какая нура. Какая разница? Ну, давай, чего еще? Ну, вот прям давай. Давай. А, ну вот, кого-то сараби, я вот холодильник бесплатно даю. Макарина. А, ну вот, кого-то сараби, я вот холодильник бесплатно даю. Макарина. Ты хорошая помнится? Я не мылся. Что ты хотел мне сказать? Прости меня, пожалуйста. Без тебя не могу. Я знаю, я глупый, я дурак. Что это? А? Я скучал. Я больше скучал. Я больше. Это я. А ты? А ты? Дурак. Негодяй. Ни... нигды. Ни... нигдай. Негодяй. Негодяй. Хорошо, значит. Обещаешь, будешь себя вести хорошо. 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 Вдома? Давай. Как я за диспособ? Вот так вот. Пойдем в хамал. Пойдем в хамал? В хамал? А там никого? Пойдем. Давай. Негодяй. Пойдем. Пойдем. Слушай, Витька выходит из магазина. Сумка такая большущая, набитая. Он ее еле... Я Витька, я Витька. Ты мне рассказываешь? Ну, щерпает. Вот здесь у нее щербина была на щеке. Извините, что помешала. Да. Я просто сказать хотела, что Коли нету до сих пор. А сколько времени? Десять. Ну, так правильно. Они же со Стасиком на вечернюю пошли. Вернутся не раньше одиннадцати. Тебе бы, деточка, тоже не помешало бы в церковь сходить. Да и вообще, Настя, ну что за вопросы такие? Ну, ты думаешь, что вот так мужчину можно вот так вот запросто к своей юбке перевязать? Вот как твой папа, так это только он один. Нет. Таких больше нет, потому что у нормального мужика должна быть своя нормальная личная жизнь. Я неправильно говорю? Правильно. Вот так. Да, деточка, и это не мы придумали. А природа матушка так распорядилась. Ну, а я что? Я просто сказала. Ладно, ну так че я вспомнила? Да вспомнила я наконец-то. Ну, вспомнила. Ну, вот я тебе говорю, выход с этими сумками с большухи с одной. Это я. Здорово. На минутку. Слушай, а Настюна где? С матерью пошла спать. Типа обиделась. У меня вообще все это достало. Я еще не женился, я уже вытяни куда-нибудь. Не, нам с тобой вчера, конечно, здорово вышли. Ага. Да. Хорошо, что Настюха подробностей не знает. Слушай, тут Алёна пишет. Завтра встречаемся? Конечно, встречаемся. И пусть еще эту Женьку берет за мной. Ага. Сейчас. Да нет, ну нафиг. Почему? Ну, смотри, замучишь ты с этой Алёной или Женей, а тебе еще с Настей разобраться надо. А, правда? Да, Стас, я бы сам, наверное, не допер. Да, Стас, вообще капец какой-то. Я не знаю, куда мне это не уйдеться. И родители у меня сцепились какого-то, не знаю, в кого. А что мне делать? Есть один способ. Ну? Стопроцентный. Настя. Настюш. Отпусти меня. Настюш. Слушай, убери свои руки. Ну, слушай, ну я ничего не могу поделать. Ну, нравишься ты мне. А ты мне нет. Еще один раз, и я расскажу все отцу. Иди куда шел. Слушай, ну может быть, один разочек, а? Ты что, дебил? Я вообще-то беременна, если ты не заметил. Ну, тем более, тогда терять нечего. И тебя не останавливают, что я замуж выхожу скоро, да? Нет, все нормально. Я не против. Советован да любовь. Ну, давай, один разочек, а? Отпусти меня сейчас же. Ну, Настя. Папа! Пап! Настем, ну что ты там орешь? Тебя что, насилуют что ли? Выходи. Что такого важного вы захотели рассказать? Что снова попросились на допрос? Я никого не убивал. Это я уже слышал. Я, я могу доказать, что говорю вам правду. Доказать? Каким же образом? Я готов признаться в другом преступлении. Интересно, в каком же? Я напал на полицейского и избил его. Это тот полицейский, который заходил к вам подписать протокол. Аслан, зайди ко мне. Значит так. Подозреваемый в убийстве проститутки утверждает, что это он тебя избил. Я хорошо помню нападавших. Его среди них не было. То есть не он? Нет. Я не врал. Я правду сказал. Он ошибается. Подумайте, зачем бы я стал говорить неправду? Зачем мне брать на себя преступление, которого я не совершал? Зачем, чтобы заморочить мне голову? Уведите! Уведите! Айнур, идите сюда. Иди сюда. Смотрите, что я придумала. Мы организуем пресс-конференцию. Прямо здесь, в отеле. Желтая пресса, да. Мы пригласим журналистов. Вы будете ходить вся такая усталая, испуганная, с синяками под глазами. Я им скажу, что вы старейший сотрудник отеля. И вы знали вот эту Ясмин, и что вам приснился очень страшный сон. Потом мы все вместе спустимся в подвал. Да. И как бы ненароком находим этот сундук. Открываем, а там как бы вещи Ясмин. Ясмин, представляешь? Это очень интересно! Это супер! Браво! Я не пойду. Йог! Что значит йог? Йог значит нет. Так, если вы не хотите принимать в этом участие Айнур, то, милости прошу, вы можете увольняться. Говорит, что если ты не пойдешь, то будешь уволена. Я? Да-да, вы-вы. Хорошо. Я ухожу. Не за что. Так, что вы делаете? Оставьте картину. Что ты делаешь, Айнур? Она. Моя хозяйка. Красотища! А ты веришь, что здесь никого нет? Эй, все уйти. А ты что, здесь раньше бывал? М? Почему ты так говоришь? Не знаю. М? Ну, нет. Ты так говоришь? Не знаю. Не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Нет, я не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю, что я не знаю. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»